Каждый месяц в России вступают в силу новые законы, правила и регламенты. Октябрь не стал исключением. Мы решили подробнее рассказать о самых значимых, на наш взгляд, нововведениях. С 1 октября в России разрешат предъявлять водительские права в электронном виде. Электронные права будут доступны в виде QR-кода в приложении госуслуги авто. Соответственно, сотрудники ГИБДД, отсканировав код, смогут получить всю необходимую информацию. Сейчас это только тестовый запуск, сообщил глава госавтоинспекции Михаил Черников. Поэтому пока водителям придется иметь при себе бумажный документ. Систему планируется распространить на всю страну и сделать возможным работу электронного документа в режиме офлайн. Помимо этого, автомобилисты смогут купить или продать авто вместе со страховым полисом. Им не придется расторгать договор по полису ОСАГО в случае сделки. Правда, для этого автовладельцам придется письменно уведомить страховую компанию о смене собственника машины. При покупке автомобиля и его регистрации в ГИБДД новому владельцу не придется посещать страховую компанию, чтобы вписать в полис номер авто. Страховщик самостоятельно сможет получить необходимые данные из единой автоматизированной информационной системы обязательного страхования. После чего он будет обязан уведомить об этом нового владельца машины. Однако, не все так просто. Как пишут эксперты, неуведомление вовремя страховой компании о смене собственника авто повлечет за собой наложение штрафа. Еще больше пособий переведут на карту МИР. На карту Национальной платежной системы, которая уже является обязательным инструментом получения социальных выплат, будут поступать выплаты и пособия малоимущим гражданам, а также субсидии на оплату коммуналки и жилья. Подобные субсидии выплачиваются в случае, если расходы на коммуналку превышают 22% совокупного дохода семьи. Компенсацию на оплату ЖКУ смогут получить педагоги в сельской местности, члены семей погибших сотрудников МВД и военнослужащих. Кроме этого, на карту будут перечисляться ежегодные выплаты почетным донорам. Постановление вступит в силу с 26 октября. С 1 октября текущего года банки будут раскрывать условия вкладов в более наглядной форме. Что это значит? Теперь при открытии вкладов в банках вы сможете ознакомиться со всеми условиями в таблице, где все распишут кратко и понятно. В таблице укажут вид, сумму и валюту вклада, возможность его пополнения, процентную ставку, порядки выплат и продления сроков вклада, возможность досрочного снятия денег и многое другое. Кроме того, с 1 октября клиенты смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции, либо ограничивать их параметры полностью. Для этого придется написать заявление в свой банк. Вернуть все обратно можно будет без ограничений в любой момент. Также банки будут обязаны вести учет всех устройств, с которых вы проводите онлайн-операции, телефонных номеров и адресов электронной почты. Как сообщается, нужно это для обеспечения безопасности вкладов и противоборства мошенникам. Продолжение следует...